Сегодня мы с вами, как обычно, обсуждаем ситуацию на рынке и, соответственно, делаем какие-то, встроим ожидания на предстоящий торговый день. Итак, давайте, давайте сразу перейдем к моему рабочему столу, посмотрим на терминал Bloomberg в чате и в блоке вопросы и ответы, вы можете задавать мне, соответственно, вопросы, на которые я, по ходу, если постараюсь ответить, но если сразу не отвечу, а буду отвечать уже ближе к завершению нашего мероприятия. Итак, 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 у нас вчера был достаточно, ну, на мой взгляд, слабый день, 22 ерда мы вчера с вами, 22 миллиарда мы вчера с вами обернули по бумагам, входящим в индекс МВБ. Да, как-то все это было без гонька, хотя, собственно, СМП нам не порезло рейтинг, как-то вот, как-то этой новости особо хорошо не восприняли, тем более доллар у нас продолжил укрепление, соответственно, создало давление на большинство голубых фишек, кроме одной, которая от этого даже выиграла. Ну, об этой фишке мы еще с вами поговорим. Итак, что у нас перед открытием торгов? Перед открытием торгов у нас нейтральный внешний фонд, Америка отторговалась, в принципе, в ноле, Бразилия, Бразилия, так, да, Бразилия вчера, несмотря на падение, где-то на чуть ли там не 6%, или даже больше, в начале торгов смогла отыграть все это снижение. Ну, напомню, да, у нас на посту президента Бразилии осталось действующий президент, который проводит социальную политику и при которой, собственно, страна у нас скатывается в рецессию, поэтому, в общем, инвесторы так ее не любят, а народ, в общем, любит, поэтому, поэтому выбрал. Все как у нас, прям-таки. Вот, поэтому, да, Бразилия сначала упала, потом отжалась, и в моменте это создает при любой динамике американского рынка, это создает для нас нейтральный фон. Значит, что еще интересного? Еще у нас интересного, да, больше-то особо ничего нет, Азия, ни шаткнивалка с плюсы на минус, Китай, Китай сегодня плюсует, но, честно говоря, не думаю, что он заведет наших покупателей на нашем рынке, потому что мы уже живем, в общем-то, своей отдельной жизнью, на нас влияет в момент, да, в текущем интервале основное влияние на нас оказывает, конечно, котировка рубля, а котировка нефти, ну, и фактически все, и какое-нибудь введение новых санкций. Так что так. Кстати, о рубле. О рубле у нас перед открытием торгов, да, ну, в общем-то, в общем-то, в ноле ничего интересного нет, даже на индикативной сессии. Поэтому здесь мы с вами фактически никаких сигналов по рынку не видим. Из того, что может повлиять на наш рынок и, в общем-то, на все мировые рынки, это начало двудневного заседания ФРС. Значит, так, 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 так. Да, двудневное заседание, завтра у нас подводятся итоги и, в общем-то, возможно, будут какие-то комментарии по ожиданиям ФРС. В принципе, все у нас сводится к тому, что, несмотря на рост американской экономики, ее укрепление, и какие дорогой доллар считается, будет у нас являться риском для мировой экономики. Потому что ничего там пока у нас повышаться не будет, но программу КУИ-3 уже и так, в общем-то, свернули. Значит, что у нас по российскому рынку? Да, давайте приближимся по бумагам. Как я уже сказал, вчера у нас практически ничего интересного не было. Индекс РТС уже четвертый день болтается в районе 103-104 тысяч пунктов по фичурсу индекс РТС. В общем-то, масло-масляное, но неважно. Значит, что у нас с опционами? Давно мы что-то с вами не смотрели на изменение объема таких позиций по срочным контрактам. По ноябрьским опционам, да, интересная картина. За последние две недели, ой, даже не за последние две недели, за последние 12 дней, не больше объем у нас нарастился на 100 тысячах пунктах. Еще раз повторюсь, да, это ноябрьские контракты. Каблов практически никаких нету, потому что, ну, кто за последние две недели, как видите, особых у нас сильных покупок на рынке не было. Кто хотел, ну, если бы были какие-то намеки на рост, то, понятное дело, увидели бы положительную динамику в колах, хотя бы для того, чтобы, да, или хотя бы проданных для того, чтобы фиксировать часть, часть убытка, да, чтобы формировалось позиции, как покрытый кол, то есть купленный базовый актив, проданный кол для того, чтобы получить дополнительную прибыль на вяло растущие рынки. Но мы такого не видим, видим наращивание только сотых путов. И, в общем, отражает, по сути, ожидания инвесторов на текущий день, а бы что ни произошло, никуда эти-ка мы захеджируемся. В декабрьских контрактах изменения за последние 12 дней, так, давайте посмотрим, ну, тоже, вообще практически ни о чем, как видите, максимальный объем отрытых платит за 35 тысяч, 35 тысяч пунктов, ой, 35 тысяч контрактов для квартального, для квартального контракта, это, ну, как-то очень слабенько. Низкий интерес игроков по нашему рынку, и вообще это отражает общую, общую картину, общую заинтересованность в кавычках нашим рынком со стороны западных мест. То есть, вроде как, уже не падаем, но еще и не растем, и это раздражает. Из бумаг, которые сейчас у нас интересны, 22-го числа у нас, насколько я помню, появилась новость о возможном увеличении дивидендной доходности по приевкам сургут нефтегаза, приевки сургут нефтегаза, и вчера они на, опять же, хороших, на хороших оборотах рванули на 3%, 3% наверх. По оборотам у них вчера был 1,1 миллиарда, и по сути, это пятое место, да, пятое место по оборотам и обогнали даже магнит, хотя вес во структуре индекса занимает не очень большой. Ну, в общем, сургут нефтегазплевки, даже с учетом того, что их так хорошо откупили, и на 3% они ломанулись наверх, как видите, с июня они стоят вообще прибитые гвоздями, 1,2 миллиарда, и 27,26, и, как я уже неоднократно рассказывался, и мой коллега Дмитриевич Гордин тоже, что сургут нефтегаз является хорошим инструментом для хеджирования валютных рисков, то есть у компании основной объем денежных средств находится в долларах, ну, и чем выше растет доллар, тем, соответственно, лучше для сургут нефтегаза, то есть как раз та компания с большим объемом ликвидности, налички на счетах, в депозитах, да, можно сказать, что эта компания финансирует наше правительство, ой, не правительство, а нашу банковскую систему. Значит, что у нас тут интересного, вот 3%, да, ожидаемые дивиденды находятся в 8,5, но вполне возможно, до 9 она вырастет, так что с сургутами, префками у нас тут все хорошо, и если кто-то задумывается о каких-то бумагах, то, пожалуйста, сургут нефтегаз, префка, опять же, на долгосрок, очень хороший инструмент для вложения. Ну, пожалуй, единственное, что на сегодня может представлять какой-то интерес, все остальные торгуются ни шаткой, ни валкой, какой-то, извиняюсь за выражение, душный диапазон, никто никуда не стремится, никому ничего не надо. Так что так, так что сегодня на рынке скорее еще у нас будет нулевое открытие, факторы под дальнейшее укрепление доллара до начала проведения операции РИПО центральным банком у нас все еще остаются, ну, а там как ЦБ будет предоставлять долларовую ликвидность, там и будет видно, насколько эти, так сказать, интервенции, ну, то есть не напрямую вливание долларов в рынок, а через какие-то свои инструменты, скажем, не через какие-то свои инструменты, а через другие рыночные инструменты у нас, да, у нас продолжится, ну вот уже что там, 42, ну, в общем, в общем, да, продолжает доллар расти и пока хаев нет, да, главная интрига это посмотреть, насколько эффективны будут все эти операции ЦБ РФ по предоставлению долларовую ликвидность. Я считаю, что на текущий момент это главная интрига. Если доллар у нас удастся держать, ну, я думаю, что и к российским бумагам, которые, сами понимаете, в основном получают прибыль в рублях и имеют соответствующие риски, вернется интерес. Так что так, все, в общем, опционы посмотрели, объем отрытых позиций посмотрели. Про рубль сказал, про сургутнефтегазпревки сказал, мировые рынки посмотрели. Ну, в общем-то, все, дамы и господа. В этот четверг у нас состоится, еще раз напомню, в здании биржи, ну, не в здании биржи, в офисе биржи на приулке Грифцова в Санкт-Петербурге, авторский семинар нашего финансового директора Юрия Лазаренко по торговле на финансовых рынках и, в общем, от непосредственного профучастника, рулителя ликвидности, да, вы сможете услышать много интересного. Так что присоединяйтесь, будет очень интересно. Ну, многие мои коллеги тоже пойдут, просто соберет не только клиентов, но и сотрудников. Вот, все, всем спасибо за внимание, до завтра, до свидания.